Здравствуйте. В выпуске сегодня будет очень необычно. Здесь будет то, чего на открытых не было никогда. Я заранее приношу извинения перед всеми заинтересованными и не заинтересованными лицами. Я сейчас буду очень долго говорить, ну, по крайней мере, как известно, в начале открытых я все время очень долго говорю, а потом мне уже не удается. Так это, в общем, будет и сегодня. Мне так же, как и вам, сейчас страшно. Мне так же, как и вам, сейчас больно. Мне, я так же, как и вы, я не знаю, что будет завтра и не знаю вообще, что делать. Я так же, как и вы, я не то, что с кем-то не могу договориться, я сам с собой не могу договориться. Сейчас у меня, там я утром просыпаюсь, там в 6 часов открываю телеграмму, у меня одни мысли. Через 15 минут другие, через 20 минут третьи. И в этих условиях я, безусловно, поддерживаю администрацию фестиваля Книга Март, которая решила не проводить никаких развлекательных мероприятий в рамках фестиваля. Я считаю, что это правильно, я считаю, что это абсолютно честное решение. И поэтому открыт сегодня будет не в рамках Книга Марта, как изначально было объявлено. Открыт сегодня будет другим. Я его, как придумал в 2011 году, и в 2011 году появилось правило номер 23, которое гласило и гласит, что правила игры могут меняться по ходу игры. Сегодня будет не то, чтобы игра, сегодня будет не игра, сегодня не будет жюри. Сегодня не будет победителя, потому что, как известно, победителя быть не может. Я сейчас назову имена тех, кто будет сегодня участвовать, потом еще пару слов скажу, а потом сделаю то, чего на открытых ротах не было вообще никогда. И, надеюсь, тоже не будет. Я буду называть, а вы, пожалуйста, во-первых, кричите в ответ, а во-вторых, запоминайте, кто перед вами и кто после вас. Это очень важно. Глеб Русин, действующий чемпион Иркутска. Анна Соколова. Ася Зинюк, Алена Качина, Ася Васильева, Роман Ковалев. Александр Соколова. Юлия Полоцкая. Максим Рунский. Людмила Иванова. Анастасия Анастасия Агапитова. Как? Агапитова. Прошу прощения. Причем ударение здесь стоит. Это я просто... Вариантов ударения, конечно, Настя, вам повезло. Я пошу прощения. Ирина Перфильева. Вадим Мельников. Юлия Демьянова. Наталья Тарасенко. Надежда Савельева. Я здесь. Прекрасно. Я хочу сейчас обратиться к организаторам отгроза в других городах и странах. Ребят, не делайте так, как я сделаю сегодня. Делайте, как обычно. Потому что на самом деле это никакое не развлекательное мероприятие. Откроет это когда хорошие люди собираются вместе и читают друг другу хорошие книги. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почитать хорошие книги. И как в свое время, там 11 лет назад, когда я придумывал «Открой рот», мне 150 тысяч раз спрашивали, как это вы придумали. Я говорю, ну как все хорошее случайно. И вот так, когда я подумал, что совершенно не такой будет «Открой рот» в Иркутске в этот раз, а другой, я совершенно случайно придумал, каким он будет. И совершенно случайно выбрал одну единственную книгу, которую все сегодня будут читать. В ней 27 коротких глав. Поэтому кому-то, может быть, удастся прочитать больше, кому-то прочитать меньше. Какие-то главы длиннее, какие-то главы короче. Я хотел сначала наложить закладок, но потом не стало лень, и я передумал. Начнем, то есть, я почему-то просил обратить внимание, кто за кем и кто перед кем. Выходите просто по очереди и читайте просто эту книжку. Я ее сегодня купил в магазине «Продолит» за 252 рубля. Ходите в магазин «Продолит», он хороший. И книжка хорошая. А сейчас самое страшное. То, чего в «Открывоке» не было никогда и, надеюсь, никогда не будет. Я прочитаю для вас первую главу. Когда мне было 6 лет, в книге под названием «Правдивая история», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав. Глотало хищного зверя. Вот как это было нарисовано. В книге говорилось, удав заглатывает свою жертву целиком не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много раз думал о полной приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок номер один. Вот что я нарисовал. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им? «Разве шляпа страшная?» возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятней. Им всегда нужно все объяснять. Вот мой рисунок номер два. Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот так случилось, что шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками номер один и номер два, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. И так мне пришлось выбрать другую профессию, и я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь цвет, и география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути. На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятнее для других, я показывал ему свой рисунок номер один, я его сохранил и всегда носил с собой. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне, это шляпа. И я уже не говорил с ними ни о будалах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком. Глеб Русин.